Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 11 главу. «Ой, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, который не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы снисходительны к тому». Мы видим, что апостол Павел, продолжая то, о чем он говорил и в 9, и в 10 главе, теперь уже более конкретно предостерегает апостолов от, как он здесь говорит, от проповеди о другом Христе. То есть, что это такое? Это когда проповедуют Христа, но в этой проповеди нет ничего о Христе, то, как оно есть и было в благовестии апостолов. Это своя интерпретация Христа. Вот заметьте, почему православным, за редким исключением, не приходит такая безумная идея снимать в фильме о Христе, где бы роль играл сам Христос? А все очень просто, и ответ достаточно прост. У протестантов, в общем-то, нет апостольской преемственности. У западников есть искажение исповедания веры, поэтому они как бы стремятся воссоздать Христа, которого не знали. В церкви этим заниматься незачем, потому как мы знаем, что в церкви Христос на божественной литургии присутствует незримо. Мы так и слышим. «Се Христос невидимо стоит пред нами. Сия есть чаша, сия есть кровь и тело Христова». И мы слышим все эти слова исповедания в церкви. Поэтому апостол здесь предупреждает, что придя, начал кто проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. То есть, оказывается, можно говорить об Иисусе, но не о том, который действительно проповедовали, которого проповедовали, видели апостолы, которые с ним, как пишет Иоанн Богослов, что видели руки наши, что видели глаза наши, что осязали руки наши, что слышали наши уши. О именно этом Христе идет проповедь в церкви и изус благовестия церкви Божией. Этими словами, пишет Амбросим Диоланский, цитата, он показывает коринфянам свое намерение говорить к ним с любовью, так, чтобы не в похвалу себе, но более для достижения их стороны, чтобы научить в Евангелии почитать Создателя своего, то есть Спасителя. Ибо поношение Отца порочит детей, а хвала детям во славу Отца. И вот он говорит, придя, как бы не найти, чтобы проповедовать другого Христа. У нас есть вот сегодня опять же такие всякие новомодные вещи, когда говорят о том, что можно, если, например, в вашем голосе звучит слово «О Иисус Христос, как я тебя люблю» и прочие вещи, то, значит, как бы и проповедовать Христа. Ну, видим, уже и выше было сказано. И дальше я хочу продолжить эту мысль, что не всякое произносение, и сам Христ, сам Спаситель говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. Почему? Потому что есть проповедь законная, а есть проповедь беззаконная. Может быть, она даже звучит и благовидно. Например, нельзя категорически брать какие-то методы у протестантов, неопротестантов и прочих, и применять их в благовестии о Христе. Это будет проповедь как раз о другом Христе. Оно будет, как бы, скажем так, оно выпадет из благодати Святого Духа, выпадет из предания Церкви. Вот, например, по этому поводу пишет известный Бозе Почивший, вот совсем недавно, митрополит Черногорский Амфилохий Радович. Цитата. Это было и остается главной причиной, почему для Церкви и ее многовыкового опыта вопрос методики, то есть способа перенесения тайны веры и жизни во Христе, был не просто вопросом техническим или научным вопросом. Вопрос методики был и остается неотделим от самой истины, истина с большой буквы, то есть от самого Христа. Метод и его развивавшаяся методика обусловлены самой истиной. Она формирует его своим содержанием и действием. Мы смело можем сказать, что метод — это свойство истины. Истина с большой буквы. Само слово «алэтея» — истинность, верность, правда, по-гречески, по своей этимологии указывает на метод, как на путь, как на спутника, который ведет к истине. Сам Христос о себе говорит, я истинный путь истинной жизни. К истине нельзя прийти ложным путем, то есть какими-то интерпретациями своего рода, но только тем, который согласуется с ней, который освящен и исполнен ею. Конец цитаты. Я призываю вас прочитать эту работу. Это всего небольшое такое сочинение или трактат, примерно 8 или 10 страниц. Он есть на сайте Азбука Вера. Он называется «Миссия церкви и ее методика». Митрополит Амфилохи, ссылаясь на отцов церкви, категорически говорит о том, что всякая проповедь, и всякая проповедь, заимствованная методология у каких-либо инославных или прочих проповедников, которые произносят Иисуса, она на самом деле будет проповедь о другом Христе, о котором здесь апостол и говорит. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, оказывается, можно проповедовать другого Иисуса, снова повторю, который мы не проповедовали, это говорит об апостольской преемственности, то или получили вот того духа, вот как пятьдесятники там получают дух, который вы не получали, то были бы, говорит, немножко безумны. Да. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. То есть мы видим, что апостол Павел здесь далее, продолжая говорить, утверждает свой авторитет, но не ради утверждения, а ради утверждения, а ради того, чтобы снова и снова, повторяю, исправить апостолов. И он говорит, как змей, помните, вот в третьем стихе, как змей хитростью своей Еву соблазнил, так и у вашей умы не повредились. Видите? Оказывается, проповедь о другом Христе происходит в результате повреждения ума. А где человек черпает поврежденные знания о Христе? В разных источниках, которые не выпадают, снова повторю, из благодательства духа, из границ святого предания. Вот об этом пишет, например, тоже Блаженный Августин, цитата. «Змей соблазнил Еву, солгав о Боге, будто он лишь пугает людей смертью, но никогда никого не погубит». В сходном образом лжи апостола во времена Павла утверждали, будто Евангелие всего лишь добавление к Ветхому Завету, и потому необходимо соблюдать закон Моисея, как прежде. В наше время есть люди, считающие ад лишь угрозой, либо потому, что он не существует, либо потому, что наказание не является вечным. Такие взгляды совершенно противоречат тому, чему учит священное Писание. Конец цитаты. Пожалуйста. Сегодня у нас можно это услышать, что ад это только в воспитательной форме, дабы нас исправить, никакого ада нет. Все придут, и Иуда, и Гитлер, все будут в раю блаженствовать, не исправив себя. Так это будет насилие над свободой этих людей. Они сами выбрали для себя жизнь адскую уже в этой жизни. Итак, далее апостол Павел продолжается. «Решил ли я тем, что унижаю себя, чтобы возвысить вас, потому что безмерно проповедовал вам Евангелие Божие?» Он говорит, «Ничего я не боюсь и даже унижаю себя, только делаю ради одного, чтобы в точности проповедовать Слово Божие». Поэтому миссия церкви есть возвещение неповрежденного Евангелия людям, которые находятся за пределами православной церкви. Так апостол здесь и говорит. Другим церквям, дальше он говорит, «Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнены братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Видите? Ну, а это такой обидный упрек, на самом деле, для коринфян. А в чем здесь обида? Апостол Павел как бы говорит так. «Я создал вашу общину, я поделился с вами верой, претерпел очень много». Он будет их перечислять. И побоев, и страданий для того, чтобы добраться к вам. И до сих пор он будет об этом говорить, что я продолжаю и все это претерпеваю. «Но вас, от вас я ничего не получил. Даже на еду вы как-то особо об этом не позаботились. С радостью вы шли и слушали. А вот чтобы как-то позаботиться о том, а на чем я живу, на что я живу, то есть человек, который проповедует у вас, как апостол Павел говорит, «с раннего утра и до поздной ночи». Вы даже не всегда об этом заботились. Но он здесь говорит, «Ну, ничего страшного, есть те, кто позаботились, македоняне». И это самое на самом деле для коринфян очень обидно. Почему? В Македонии тогда была очень бедная притория. И он говорит, что «Бедняки мне помогли». А Коринфян был богатейший город. Это Афины там. Ну, это как мы уже говорили. Афины только. Это был очень жирный город. У людей был всегда достаток. Там не было такого, что там даже излишек был в их сытости. Они были так присыщены, как к ним апостол Павел иногда обращается. И здесь он говорит, что «Ну, ничего, ничего, богатейте дальше, вот бедные люди из Македонии мне помогли». И он говорит, «Ну, я говорю, мне упрек. Никого вас просто обременять не хотел, если вам вы не можете». Ну, хорошо, так примерно рассуждает. «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимается у меня в странах Ахая. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас?» Богу известно. Но как так поступаю, так и буду поступать. Снова он говорит о любви к ним, к Оринфинам. Как он об этом начал говорить во втором стихе. «Ревную вас, ибо я ревную о вас ревностью Божию». Сказано, что Бог любит человека до ревности. Но не так, как людской ревности, когда человек от другого требует о ревности, чтобы не отдать человека в руки греха и в руки дьявола. И далее продолжает. «Чтобы не дать повода, ищущим повода». Очень важный стих 11-12. «Никогда не надо вообще ни в чем подавать повода для тех людей, которые ищут того повода, чтобы нас в чем-то упрекнуть». Так и здесь апостол пишет. «Дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые деятельные, принимают вид апостолов Христовых». Видите, апостол Павел снова-снова предупреждает, что были и в те времена, и как Спаситель говорил, что в 24 главе Евангелия от Матфея явятся лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения. Поэтому не надо судить по внешнему, как человек одет, даже, может быть, на нем и священнические одежды, но надо слушать о том, что он говорит. Потому что в Софрино можно запросто купить, и таких самосвятов мы знаем. Запросто можно купить священническую одежду, одеть на себя. Или, например, мы знаем таких, отступивших от православной веры. В Америке, например, есть такая православная, харизматическая церковь, и даже семинария, возглавляет ее некий архимандрит, который несколько раз был там в запретах, Стефану, вот фамилия Стефана, имени не помню. И что самое печальное, на сайте Филаретовского святого института есть гиперссылка, которую возглавляет Александр Кочетков, священник, есть гиперссылка на этот сайт. Поэтому будем всегда внимательны к слышному, как призывает нас апостол Павел, чтобы не отпасть. А там, в общем-то, ничто иное, как пропагандируется вот эти гласолали, о которых мы с вами говорили и рассматривали. То есть, ложное водительство духом. То, о чем апостол Павел уже предупредил в 4 стихе, или если бы вы получили иного духа, оказывается, можно получить и иного духа, которого не получали, и иное благоествование, оказывается, можно заразиться иным благоествованием, повреждением ума, то, говорит, вы были бы слишком уж опрометчивы, то есть, слишком невнимательны. И неудивительно, пишет, потому что сам сатана примет вид ангелов света. Действительно, дьявол придет, как ангел света. Если он придет с пятачком, там, с рожками, да с ножками, и от него еще будет плохо пахнуть, кто к нему побежит? Никто. А это он будет выдавать себя за Христа. Как сказано, сядет посреди храма, будет говорить, Христос вам принес спокойствие. Что, спасение? А я благополучие и спокойствие. Да, вот, ешьте, пейте, гуляйте, веселитесь. Зачем вы себя сдерживаете? Не волнуйтесь. Все будет хорошо, не печальтесь. Вот его, это его сущность. Дьявольское всегда скрываться под маской благородства. Мы знаем, что благими намерениями, которые он будет нам предлагать, дорожку он выстилит, выстилит известно куда. И потому не всякое дело, как пишет апостол далее, есть ли служители, и потому невеликое, говорит, дело, если служители его, примут вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Видите? Он говорит не только о посторонних каких-то людях, которые купили софринскую одежду, но говорит о том, что и внутри будут такие, которые, вроде бы, да, прикрываясь высоким званием, да, там, может, преподаватели семинарий, там, или еще как, или каким-то духовным даже самым, но на самом деле говорит, что невеликое дело, что если и служители его принимают, ведь служители правды, ну, конец их будет по делам их. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Опять он говорит о себе, унижая себя, уничижая себя, как бы вскрывая мысли их. Коринфян, которые говорили о том, а кто такой Павел? Даже имя его означает маленький, да и призван он как-то там один, призван он не призван, давайте подставим под сомнение, может, он какой еврей-иудей, там и прочие-прочие вещи. То, что мы можем и сегодня слышать иногда там из наших даже учебных заведений, которые называются православными, он хочет сказать, почитайте апостола Павла, покайтесь, ибо приблизилось к Царству Божию. По-другому сказать, тут и обратиться нельзя. «Что скажу, пишет апостол, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то есть он опять говорит о ветхом завете, о ветхом заветном законе, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, к стыду, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи». Видите, он говорит теперь. Снова этот вопрос, который был всегда таким достаточно категоричным в ветхозаветное время, что евреи, они обратившись, уже вроде бы они жили и в Коринфе, уже вроде бы став верующими, христианами, но, тем не менее, этот зуд им никак не давал покоя. Какой? Они все время не могли никак отстать от прежнего образа жизни и от закона Моисеева. Вот сегодня тоже некоторые приходят в церковь Божию, и у них тоже есть такой зуд, что они хотят все в церкви, что-то поменять, что-то тут перевернуть. Некоторые так, прямо не стесняясь говорить, говорят, что надо церковь заваривать изнутри, ее надо срочно реформировать. Я вам скажу, что это зуд человека-неофита, потому что, прежде чего, он хочет менять церковь, но церковь его призывает к другому. К чему? К покаянию, к самому измениться и войти в традицию, хотя бы ее понять, укорениться в ней, а потом уже там, может быть, высматривать какие-то недостатки или в чем-то там, может быть, ударение неправильно кто-то поставил или прочие вещи. Но еще даже, не воцерковившись, эти люди стремятся как-то здесь наводить какой-то свой порядок по своему разумению. Апостол Павел как раз здесь это обличает. Он говорит, что эти иудеи, которые пришли со своими правилами, корректируя христианство, они говорят, евреи, а я и я, израильтяне и я, семя Аврааму и я. Христовы служители в безумии говорю, я больше. То есть он говорит сам себя вон чижая, я больше, потому что я апостол, меня призвал сам Христос. Я гораздо более был в трудах, безмерно, в ранах, более в темницах, многородном, при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорок ударов без единого. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел калибрикрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, в опасностях от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасности на море, в опасности между лжебратьями, братьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневность, течение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого я бы не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею, Бог и Отец Господа Иисуса Христа, благословенный вовеки знает, что я не лгу. В Дамаске, он говорит, в областной правитель царя Оретты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его руку. Вот то, о чем пишет апостол Павел, сколько ему пришлось претерпеть. Поэтому людям, которые стремятся вводить какие-то новшества в церковь, мне хочется просто сказать, вы посмотрите историю церкви, сколько мучеников, новомучеников. Они страдали не просто за какую-то там веселенькую интерпретацию о Христе или за какой-нибудь модернизм, они страдали за исповедание Христа. А если хотите, за точное исповедание православной веры. Почитайте преподобную Анну Дамаскина. Они исповедовали Христа, поэтому мучеников в большинстве своем, мы говорим, мученик и исповедник. Почему? Он не отрекся от веры Христовой, переданной нам со времен апостолов, которые мы сохраняем и до сегодняшнего дня. И все, что здесь было перечислено апостолам Павлом, те страдания, унижения, которые претерпевали святые люди, почитайте их историю, почитайте их житие. Ради чего? Да не ради каких-то там двух прихлопов, три притопов, на котором сегодня некоторые стараются построить проповедь и высоту проповеди, красоту, проповеди о Христе распятом и воскресшем. Они осваивали, если хотите, своей жизнью исповедание веры. И проповедовали не просто своим языком, дабы привлечь и себе какую-то сыскать похвалу, а проповедовали своей жизнью и даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому надо тем, кто стремится к этому всему, одуматься, вразумиться, самому вникнуть, войти в эту благодать Святого Духа, прежде чем там что-то интерпретировать или как-то по-своему давать какие-то советы такого младостарчества. Посмотрите на себя, посмотрите на меня. Я 25 лет занимаюсь проповедью Божией. 25 лет стараюсь не отклоняться ни налево, ни направо, часто себя заставляя читать тельны и догматические трактаты. Потому что сегодня... Почему? Вот сегодня есть еще одна проблема, что люди протестуют против именно догматики церкви. Как преподаватель сектоведней скажу, что все, кто внутри протестуют против догматического богословия, это люди, которые подражают оккультным сектам. Не понаслышке знаю, нельзя отступать от догматического определения. Это есть Дух Святой, живущий в церкви, точно дающий человеку понимание того, как ему стяжать ту благодать, о которой говорил преподобный Серафим. Стяжи Дух Свят. Поэтому оккультисты считают, что непоколебимо уверенные в истинности и глубине своих выводов и теорий, новое молодое поколение, подобно ревностным, прогрессистам и необузданным новаторам наших дней, стремилось на место всех застарелых заблуждений и злоупотреблений как в церкви, так и в государстве, нарушивших неотъемлемые права человека, создать новое мировоззрение, чему сегодня стремятся, основанное на философии, справедливости и гуманности, мировоззрение, таящее в себе зачатки, в общем-то, революционных переворотов. Все это можно увидеть, например, как это было на Западе и в Америке, и как это было и в Европе, когда действительно провозглашались некие такие интеллектуальные и моральные силы современного им общества, например, век назад, на борьбу с тем, что сложилось историческим путем, и положили основания морали-философии, провозгласившей независимость нравственности от догматов веры. Все это было. И посмотрите, к чему пришла Америка и к чему пришел Запад в своем извращении. Выставляя ли они также блаженство целью жизни, они основывали свое учение не на вере в священное писание и святое предание, а на возможности осуществления идей добра, истинной красоты без Бога. Ну, мы, по-моему, уже это проходили как-то в нашем прошлом историческом советском обществе, когда все, в общем-то, идеалы были возведены, и герои были, и все, но единственное, что убрались. Первый заповедь — «Я Господь, Бог твой». И чем это все закончилось? Зачем наступать на одни и те же грабли? Зачем опять создавать что-то без Бога? Уже, по-моему, шишек нам на лбу достаточно у всех. Итак, они подчиняли своим внутренним убеждениям и силам движения страстями и похотями, после отказа от христианских ценностей на Западе, как будто бы стремились к гармонии и красоте, но под видом этого усиливали борьбу с христианством. Например, боевым лозунгом еще в XVIII веке был некий Толланд, который об этом писал современный американский проповедник и литератор. Он писал так. «Не нужно догматического христианства», а его последователь Шуба, тоже XVIII век, уже говорил о том, что нет исторического христианства. То лозунги более уже ближе к XIX веку стали гласить «Вообще не нужно никакого христианства, мы без христианства построим все». В этом согласии с ними были действительно и ученые, и поэты, и ученые. Сами верили в магию и в каббалистику, и гадали по планетам о судьбах людей. Поэтому, когда мы сегодня видим в том или человеке какую-то ученую степень, ну не надо обольщаться. Надо сначала узнать, а как и веруешь. То есть, от наших ли ты, или от неприятелей наших, как спрашивал Иосиф, когда встретил там ангела, помните, в книге «Бытие». Наш ты или из неприятелей, там в книге «Иисус новина». Пожалуйста. Ученые сами верили и верят и сегодня, и в магию, и в каббалистику, и гадают и по планетам, и по судьбам людей. Наука. Наука оделась покровом некой тайны. Спряталась в замкнутые кружки, пробудила вновь веру в таинственное и символическое. Старшие алхимики, оккультисты, сами веровали в дьявола и в силу магических формул. Новые часто мистифицировали себя и других, чтобы скрыть под маской оккультизму свои опасные идеи. Поэтому такие благоприятные почвы создавались и в Америке, и в Германии. И в результате произошло то, что сегодня называется одним словом. Каким? Расчеловечивание. То есть, если мы не верим в Бога человека, к чему предназначен человек, если мы не стремимся к этому, то мы не начнем верить в человека Божия. А человека Божия — это религия прямо противоположная к дьявольской религии, по сути, где человек вставится во главу угла и его желания и хотения. Поэтому апостол Павел так и говорит, за свое исповедание веры, для того, чтобы вам донести чистое благовестие Христово, так он и пишет, я страдал, был в напастиях, был в опасностях от разбойников, от единомышленников, от язычников, между лжебратьями, в трудах, изнирениях, часто в денье, в голоде, в жажде, часто в стуже и в ноготе. И даже говорит, что однажды меня братья спасали дальше для проповедения Евангелия, и в корзине меня спускали, чтобы я мог дальше идти и проповедовать Слово Божие. И в этом смысле снова хочу повторить. Для того, чтобы что-то реформировать в церкви, что-то переделывать, выникните сначала. За что же пострадали мученики и исповедники Христовы? Что они считали главным, а что второстепенным? Поэтому думаю, что многие такие новомодные, доморощенные реформаторы слишком увлеклись второстепенной похозухой, а я бы даже сказал неким таким, ну, как говорят, перестаньте духориться, да, сыскивая себе вот какую-то такую славу этого дня и какую-то такую славу человеческую. Снова повторю, о чем я и говорил в предыдущей главе, что кто хочет славы, пожалуйста. Первое царство, вторая глава, 30 стих. Прославляющих меня прославлю я. Будем искать славу Божию, и тогда Господь прославит и нас. Продолжение следует...